Вас могу заверить, 29-го, предполагаю, августа, выступление, которое будет посвящено критическому анализу именно по той теме, которую вы сейчас затронули, для того, чтобы, извлекая уроки и негативные, и позитивные из прошлого, меньше допускать и тактических ошибок, надеюсь, таких стратегических больших отклонений в планировании и прогнозировании нашей деятельности в условиях, чего у нас не было. Но думаю, что в течение августа, если вы не разойдетесь сейчас на каникулы и отпускание уйдете, вы мне подбросите вот эти поводы, примеры для того, чтобы я окунулся в ней и посмотрел, может быть, поаргументировал или поопонировал с вами или как-то по-другому и сделал такой полезный для Михаила Васильевича, Игнатьева, доклад, сообщение, в том числе и своего рода, хочу бы сказать, пожелание и президенту, и депутатам Государственного Совета, поскольку это все будет происходить на сессии Государственного Совета, и, может быть, даже и народу Чувашину. Но, что очень важно, чтобы не было стратегической ошибок, Александр Борисович, вы правы, я сижу и думаю об этом, и вот, забегая вперед, наверное, неправильно делаю, пришел к выводу, вот даже оглашу один сюжет из своего возможного выступления. Нам надо держаться завещание Чувашскому народу Ивана Яковлевича Яковлева. И я бы пожелал Михаила Васильевича Игнатьева тоже превратить вот эту книгу, вот это завещание Чувашскому народу, не просто настольную книгу, хоть как Библия у кого-то, или какая-то любимая молитва, лежит как на прикроватной тумбе или на рабочем столе, что замещание Чувашскому народу Ивана Яковлевича Яковлева служило основой и фундаментом для того, чтобы Чувашию развивать стабильно, сильно в условиях России. Михаил Васильевич, к вам вопрос. Вы человек из команды Федорова. Скажите, пожалуйста, насколько вы думаете сохранить состав этой команды, сохранить наработанный ею потенциал, и что взять из стратегического курса на вооружение, а что от себя привнести как человека от земли и от саги? И уже ближайшие вопросы. Вот в этот переходный месяц до инаугурации, на что вы собираетесь акцент в своей деятельности? Спасибо за вопрос, Джина Реновна. Как вы все знаете, стратегии развития Чувашской республики, как закон, сегодня действуют, до 2020 года. Соответственно, частичные корректировки, с учетом разных ситуаций, которые происходят в российской экономике, я, конечно, не буду. То, что по формированию команды, к этому я не готовился и на сегодняшний день, и не могу ответить. А если честно признаться как человек, я формировался у президента, в команде президента, то, что Николай Васильевич сказал, практически почти 15 лет, когда пришел заместитель министра, когда он уже был избран президентами, работал в должности руководителя хозяйства. Учитель формировал, учитель воспитывал, поэтому мне легче будет на тот вопрос, который вы задали. Советуюсь, консультируюсь с Григорием Алексеевичем, с Николой Васильевичем, решать те вопросы, которые нужно будет решать, стратегически. А на ближайший месяц акценты на что? Акценты в август месяц в плане моей работы это выезды в сельские районы, с учетом того, что на самом деле аномальные погодные условия сохраняются в августе, будет уделено внимание сельским труженикам, сельским жителям для того, чтобы, по крайней мере, оказывать содействие, влиять и минимизировать все эти риски, которые сегодня возникли в сельскохозяйственном производстве. Спасибо. А когда состоится инаугурация на Украине? Предположительно, 29-го, да, в соответствии с конституцией, и нормами, да? Михаил Васильевич, по поводу ближайшего месяца. Я знаю, что вы в курсе ситуации на Марпасадском спиртзаводе. Счет пошел на дни. У республики есть шансы сохранить этот завод? И коллектив. Тема очень серьезная. Были обращения не один раз. Соответственно, как вице-премьер, то, что получал Николай Васильевич, старались сделать все возможное. Но по последним высказанным позициям открытого акционерного общества Роспирпром, куда имущественный комплекс федеральной собственности передан, на сегодняшний день, вчера я получил, там людей будут сокращать, но и дальнейшего развития, как с спиртзаводом Марпасадский, в общем, акционерного общества Роспирпром, решил не развивать. Они собираются его или продавать, или на открытом аукционе, и организовать те собственники, которые его купят, организовать там другое производство. Задача наша сохранить Ядренский спиртзавод, задача наша сохранить ликеровочный завод города Чебоксарай. Потому что государственная монополия пива, она должна быть в сфере спирта и в сфере ликеровочных изделий. Спасибо. Спасибо.